Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 10 февраля По одному из календарей славяне отмечают День Домового. По народному месяцу слову Ефрем Ветродуй. В этот день христиане чтут память Ефрема Сирина, христианского богослова и поэта, 4 век. С утра до позднего вечера скрипели и хлопали двери деревенских избенок, выпуская обеспокоенных хозяев на улицу. А они, немного постояв во дворах, за околицу выходили, чтобы там, на воле, в чистом поле, скинув с головы мохнатые шапки, ветродуя пытать. Наградит батюшка тихим днем и теплым годом или, осерчав на людей, соберет облако погонников проливными дождями, грозя. На Ефрема Сирина с благодарностью принимались и мороз, и снег, и оттепель-грязнуха, лишь бы ветра не было, потому что считался он крылатым посланцем сырого и холодного лета. И еще примечали, лес стал черным, то будет оттепель. Воздух над лесом 10 февраля густой, год будет дождливым и ненастным. А по одному из календарей сегодня отмечают День Домового, хотя в некоторых областях его уже отметили ранее. И если вам близка эта традиция, имейте в виду, готовиться ко Дню Домового нужно с вечера накануне, а точнее, в ночь с 9 на 10 февраля. Традиция отмечать День Угощения Домового 10 февраля появилась много веков назад. Ефрем Серин, что в своих трудах защищал семейные ценности, наставлял людей на путь истинный, много говорил о большой роли нравственности и духовности в семье и обществе, он также писал, что в каждом доме присутствует незримая энергетическая сущность, тот самый Домовой, который в зависимости от поведения домочадцев может стать и добрым помощником, и злым гением семьи. Так что обижать и сердить Домового крайне не рекомендуется, а вот угождать ему надо обязательно. Впрочем, ничего особенного он вас и не попросит, система наших материальных ценностей ему абсолютно чужда. Во всем мире в феврале Домовые празднуют свой день. Обычно праздник, как говорилось выше, проводится в ночь с 9 на 10 февраля, но говорят, любая ночь этого месяца может стать днем рождения Домового. Батюшку-заступника или дедушку-соседушку, как его ласково именовали пращуры, торжественно угощали кашей и пирогами, оставленными в укромном уголке или на специальной полочке. Можно постелить новую белую скатерку без рисунка. Говорят, Домовые предпочитают ослепительно-белый цвет, затем выложить на нее все угощение и негромко поздравить дедушку. После этого можно попросить его о чем-то, что входит в круг домашних забот Домового. Дать наказ. Береги наш дом и нас в нем. Добро умножай, а зло отражай. Если желаете, подарите дедушке игрушку. Домовые обожают блестящие пуговицы, шарики, бусинки, монетки. И помните, что подарено нельзя отбирать. Или так поздравить хозяина-батюшку. После ужина специально для Домового готовили особый горшочек каши, обкладывали его горячими углями, чтобы не остыл до поры до времени, и ставили его за печь, чтобы оказать дань уважения дедушке-соседушке. И проговаривали, ешь пироги, да наш дом береги. Там же традиционно пряталась серебряная или медная монетка, все с той же целью умаслить Домового. А в бане обязательно оставляли ведро и веник, чтобы батюшка-заступник мог вслазь попариться. Считалось, что довольный поздравлением Дух Дома в течение всего грядущего года станет активнее помогать домочадцам по хозяйству и лучше присматривать за скотом и домашней утварью. А если в это время Дух оставался без гостинцев, то он мог люто рассердиться и поставить весь дом вверх дном. А это могло привести как к болезням членов семьи, так и к полной хозяйственной разрухе. Обиженный Домовой мог как устроить в доме потоп, так и обрушить карниз с занавесками. Так вот, после того, как со всеми формальностями было покончено, можно было с головой окунуться в веселый омут праздника. Стремясь уподобиться домовому, все домочадцы выворачивали одежду наизнанку, надевали на ноги разные либо носки, либо обувь. В беседе постоянно мелькали шутки да прибаутки. Считалось, что Дух, воодушевленный всеобщим весельем, станет лучше беречь добро и помогать по хозяйству. А на вопрос, где же лучше отметить День Домового, хотя вряд ли он может возникнуть, без сомнения, до ума. Соберитесь все с семьей и просто хорошо проведите время. Ваше доброе настроение, мир и взаимопонимание между членами вашей семьи для Домового – лучшая награда за его труды и хлопоты о вашем благополучии. Ведь Домовой – лучший друг вашего дома. Да не забудьте, при перемене жилища было принято брать хлебную лопату и, приговариваясь, садись в сане да поезжай с нами, перевозить Домового из старого дома в новый. Прежде Домового в дом обычно запускалась кошка. Считалось, что дружный с ней Дух не сможет оставить в одиночестве товарку и непременно последует за ней в новое жилище. Помните о Домовом и угощайте его не один раз в году в его день, а почаще, и Домовой откликнется на ваше искреннее к нему отношение и заботу и всегда будет верным другом и помощником в вашем доме. Доброго Домового вашему дому, славяне! Братья-месяцы Домового вашего дому Домового вашего дому Домового вашего дому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok